МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, здравствуй! Здравствуй! Андрей Липунов родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил каргу имени Букетова, Алматинскую академию экономики и статистики. Трудовой путь начинал машинистом-обходчиком на Карагандинской ТЭЦ. Затем работал начальником смены турбинного цеха. Был техническим директором, а затем и генеральным директором на различных коммунальных предприятиях. В разные годы занимал должности заместителя Акима города Караганды и заместителя Акима Карагандинской области. Заслуженный энергетик СНГ. Личный трудовой вклад также отмечен различными медалями и почетными грамотами. У нас беседа сегодня будет горячая, потому что тема так горячая, как всегда, теплоснабжение. И тем не менее мы говорим не как руководитель предприятия с инженером, получается, руководитель предприятия теплоснабжения с простым инженером, а вот просто как два человека, два обывателя, в хорошем смысле этого слова, два гражданина, два жителя Караганды. Вопрос первый, Андрей. А для тебя что ближе? Какое отопление лучше? Центральное или автономное? Вопрос интересный, если рассматривать его с практической точки зрения для теплотранзита. Да, для меня это, конечно, важно. Это же перспектива развития дополнительных потребителей, дополнительные инвестиции, да, это амортизация. То есть это дополнительные деньги, которые можно пустить на развитие предприятия. Но в сегодняшний день, вот на сегодняшний момент, если мы развиваем город в сторону Иго-Востока и дальше, то, я думаю, непрактично тянуть еще, например, четвертый тепловывод длиной 35 километров и стоимостью больше 50 миллиардов. Мне кажется, важнее там уже строить локальные котельные, тем более пришел газ. То есть вот у меня тут как бы такое двоякое мнение. Все, что касается централизованного теплоснабжения уже подключенного на территории города, Бога ради, я к этому только за. Но если это новая территория, тут надо с рациональной точки зрения смотреть. Я еще более структурую вопрос. Про давтономное я веду местное отопление. То есть не локальное, когда у нас получается котельная, районная, работает на группу. И мы понимаем, что в этом случае котельную все равно пристегнут к какому-нибудь КГКП. Да, да, да. Ну, так должно быть. Обслуживание будет обслуживать, конечно. Так вот все-таки, такое центральное и квази-центральное, либо автономное-автономное. Нет, нет, конечно. Централизованное отопление – это правильно. Вот слава Богу. Я услышал ответ, почему я спрашиваю. Ты, как никто другой, осведомлен в состоянии дела в центральном теплоснабжении. И подсознательно, если бы там была уже беда, ты бы сказал, конечно, автономное лучше. Ну да, согласен. Значит, есть у нас в конце туннеля свет. Так, в створе трубы мы видим просвет, что называется. Конечно. Я почему? Вопрос тогда задаю. На самом деле, мое личное мнение, да, без центрального отопления нет цивилизованной жизни. Конечно. Без централизованных услуг коммунальных жизни не бывает. Я имею в виду цивилизованной жизни. Да, можно выжить. Можно выжить в холодном доме. Это выжить. А жить не получится. Потому что человек привязан к дому. Он не может просто закрыть дом, не знаю, поехать лечиться, например, да, обязательно за этим домом смотреть. А ведь централизованные тепловые, водяные услуги, электрические, этот закрыл дом, как квартиру, да, поехал на лечение, поехал в гости. Ну, то есть он уже не привязан к этому дому. А тут печку утром топи, в днем топи, вечером топи, золу выноси, отвечая еще за то, чтобы не засорять улицу, контейнер содержи, чтобы вывозили. То есть это комплекс услуги, а если человек уже в возрасте, которому там за 60, за 70 лет, а ну-ка потаскает уголь. Да даже когда тебе 20 не очень коммунных фон, скакивать ночью, вместо того, чтобы видеть третий сон, подкидывать третье ведро угля в эту кочегарку. На самом деле так оно и есть. Тем не менее, Андрей, смотри, мы понимаем, что центральное топление – одно из главнейших составляющих безопасности страны и города в частности. Почему? Потому что это признаки цивилизованной жизни. То есть ни школы, ни больницы, ни кто другой не смогут работать без отопления, без воды, без электроэнергии, без канализации. При этом, при всем, в структуре нашего отношения, то есть если взять иерархию отношения к проблематике по ходу жизни, у нас почему-то отношение к коммунальному слугу, но если не на последнем месте, то ближе к тому. Я беру среди жителей. Почему-то мы считаем, что так само по себе оно должно быть тепло в трубе, электроэнергия в розетке, вода в кране, и канализация должна работать исправно. Мы привыкли к тому, что оно есть. А гораздо больше упор мы делаем в своей жизни на удовлетворение других потребностей, причем чаще всего даже виртуальных, надуманных, придуманных получается. Откуда это пошло? Потому что вы так хорошо работаете, потому что так всегда было, и мы привыкли к тому, что тепло есть, и это само собой разумеющееся, что в октябре тепло дают, так же, как и солнышко входит каждое утро на Востоке. То есть вопрос заключается в том, что нам надо поменять в отношении к вот этим базисным ценностям коммунальной отрасли, для того, чтобы мы не утратили это благо, а благо я называю центральные коммунальные услуги. Это вообще интересная тема. Помните, 96-й год, когда реки Кипятков шли по дворам, у нас подпитка была почти 10 тысяч тонн в час, при циркуляции 12 тысяч тонн в час, 10 тысяч тонн новой воды в час добавлялось. Я поясню зрителям, что подпитка, это столько мы воды сливали. Сливали, да. И вынуждены были сырой водой подпитывать котлы на ТЭЦ и тепловые сети. Мы про это забыли, уже забыли. Ведь вспомните, например, даже взять 10 лет назад отчет Акима области. 90% вопросов были связаны с коммунальными услугами. Это была вода, это электроэнергия, это тепло. Люди очень сильно ставили, акцентировали на это внимание. Вот теперь прошло 10 лет, людей интересуются совершенно другие моменты. Содержание дорог, вывоз мусора, у нас там территория загажена, а у нас, вы знаете, тут вот кошка дохлая валяется. То есть вот вопрос жилье, жилье восстало, оно актуальное всегда, жилье, я согласен. А вот эти коммунальные услуги, они отошли в сторонку. Люди очень быстро привыкают к цивилизации. Им приятно, что это есть. И не надо хлопотать об этом. Когда, вот у нас недавно случилась ситуация, что дефект вышел на пересечение Гоголя и Ленина 22 марта, как раз на Наурыз. Вот пришлось отключить, да, пришлось отключить, значит, некоторое ответвление. Так главное, что на улице-то плюсовая температура. В домах ниже 19 градусов температура не поднималась. Но комментарии были просто ужасные. Мы замерзли, вы что, сдурели? У нас цветы повяли. То есть у людей отношение уже к этим коммунам. Кошка замерзла. Ты должен дать, вот и все, да. Вот очень сложная, говорю, такая тема для обсуждения, да. Почему? Как человеку объяснить, что эти блага, да, они... Мы поднимаем тарифы. Вы подняли тариф на столько-то процентов. А что вы сделали на эти деньги? Да бога ради, например, у каждого коммунального предприятия это регулируемые предприятия, регулируемые антимонопольным законодательством. Заходишь на базу «Монополист», и все тарифные сметы висят. Исполнение, тарифные сметы исполнения, за любой год можно посмотреть. Ведь грамотный человек сразу смотрит и говорит, так, а я вижу, что они сделали. Вот ремонты, вот зарплата, вот они... А вот убытки. С чего они сложились, тоже видно. Вот прибыли, вот убыток. То есть люди привыкают к хорошему. Ну, это, наверное, хорошо, что привыкают к хорошему. Единственное, плохо, что они забывают, что это может закончиться. Почему мы не помним того, что было, когда вот на кострах готовили, и когда с отоплением была проблема? Я с Шахтинской, я это всегда рассказываю, да, и я испытал трижды, когда трижды город был разморожен. Очень неприятное ощущение. Это мягко говоря. На самом деле жизнь в городе заканчивается, когда зимой заканчивается отопление. Я помню случай, когда 10 февраля 1998 года слили воду с системы отопления. На улице было минус 37. Минус 37, и у нас воду слили, потому что, внимание, на ТЭЦ уголь кончился. Тогда была проблема. Неплатежи. Люди не платили. Уезжали. Отток, разруха, развал. Почему? Смена формации. Система поменялась. Страна развалилась. Другая еще не образовалась. Только, только, только все было становление. И было понятно. Да, это период разлома. Отношение людей выражало в том, что я уезжаю, я не плачу, а там пусть у меня хоть трава не растепла. Было такое-то. Потом, слава богу, мы настроили все, начали восстанавливать. Но постепенно, постепенно мы перестали оказывать должное внимание, как это было в свое время, к энергетике. Мое личное мнение, что здесь просто запас прочности был настолько велик. Да, да. Допустим, вот недавно я видел репортаж по телевидению на депутат один, кстати, наш бывший замокима области, говорит, что канал Месотпаева уже троекратно отработал свой ресурс. То есть, не кратно и двухкратно, а троекратно. Ну, даже этот ресурс когда-то заканчивается. У меня вопрос, а каков из нож наших сетей, что нужно сделать, чтобы вот это вот неприятное ощущение 90-х годов с размороженными городами и квартирами не пришло к нам в Караганду, потому что звонки-то очень тревожные в других городах и других областях. Тревожные. И там хоть что потом делай, хоть какие комментарии пиши, комментариями трубу не залатаешь. Так вот, что нам сейчас в Караганде, нам всем жителям, ответственно понимая ситуацию и ее серьезность, нужно сделать, к чему нужно готовиться, какие действия предпринимать депутатам, руководителям, для того, чтобы мы сохранили цивилизованную жизнь в Караганде под названием центральное отопление. Удивительно, что мы уроки, да, извлекаем из горького опыта, да. Вот мы становимся умнее после того, когда что-то случается. Когда случилась в Экибастузе проблема, да, почему-то мы забыли Приозерск, который тоже был, да, в Караганде. Да, это был 11-й год, да, 60-й. Да, всей областью помогали, чтобы этот город полностью восстановить центральное теплоснабжение. Это, ну там, всего лишь 120 домов, да, в Экибастузе намного побольше было. И вот урок Экибастуза, он, как бы, всем, наверное, руководящим циральным государственным органам, да, он показал, что сюда надо лицом поворачиваться в эту сторону. Нельзя говорить, а, зима прошла, и бог с ней. Вот мы, говорю, почему-то мы учимся на таких ошибках, которые были бы, ну, их можно было предугадать. Ну, хорошо, мы сейчас говорим о наших сетях. Да, о Караганде. Вот мы говорили про канал Миссатпаева, трехкратный, значит, да, прошел... А наши сети скольки кратные отработали? Вот, вы знаете, есть сети, которые даже положены еще были в 70-х годах. Где про них и говоришь? Особенно центральный город, потому что... То есть построили, начали развиваться центральное теплоснабжение. Да, буквально в прошлом году мы меняли сеть, Сергей, не поверишь, там еще не вот такие лотки, а полукруглые лотки были на Ермеково, это улица, которая... Ермеково и Рубаево, и вот буквально в сторону железнодорожного гала, во дворах меняли трубу. Эта труба, скорее всего, она была положена еще в те годы, когда дома эти построены были. То есть ее не вскрывали. По крайней мере, начальник района вот уходит на пенсию в этом году, он говорит, за мою бытность я туда ни разу не нырял туда. На 20-й год у нас было 71,2% изнов сетей. Это правдивые цифры? Да, это правдивые цифры. Или она хуже на самом деле? Не думаю. Совпадает примерно? Совпадает, да. Что спасает нас? Вот, ну, во-первых, еще когда Ермеково Кадулыч был отъемом города, я к нему зашел, говорю, давайте все-таки мы будем за счет бюджетных средств объявлять конкурса, пусть заходят подрядчики, мы будем давать наиболее сложные участки, там, по магистральным сетям, за счет бюджетных средств будем это латать. Он тогда принял на вооружение это, и с прошлого года начались выделения денег. Даже не с прошлого, получается, с 22-го года началось, но там поздно конкурса прошли. Проектирование уже. Октябрь месяц, и все, и мы не провели эту работу. В прошлом году мы уже на полтора миллиарда поменяли порядка 7 километров труб. Я хочу, чтобы вы подчеркнули, это за счет бюджета, а не за счет тарифа? За счет бюджета. То есть для населения бесплатно? Да, за счет бюджета. Для потребителей бесплатно? Да, это бесплатно. Для потребителей бесплатно. Эта ремонтная компания была бесплатная. Также, ну, потом чуть позже остановимся на реконструкциях. За счет тарифной сметы у нас заложено 600 миллионов. Ну, 600 миллионов до прошлого года было заложено с 2017 года. 600 миллионов в 2017 году и 600 миллионов в 2024 году. Это разные 600 миллионов. 7 лет прошло. Мы на эти деньги в то время могли поменять 25 километров труб, сейчас меняем 15. В лучшем случае, да? Да. И то мы меняем маленькую трубу, маленький диаметр. А вот то, что я говорю, с акиматом города у нас такая тесная связь, за счет бюджета мы меняем большие диаметры. Они слишком дорого стоят, для нас просто не посильные. И в этом году тоже, опять же, выделил город 1,5 миллиарда миллионов, опять же, мы расписали те сложные участки, которые необходимо заменить. Наиболее проблемные, да? Да. А вообще, сколько нужно инвестировать ежегодно в теплотранзит, чтобы поддерживать его состояние в надлежащем виде? То есть, мы понимаем, что есть нормальная амортизация, нормальный износ, нормативы разного рода, да? Насколько я помню, это 2%, по-моему, от сметной стоимости мы должны на амортизацию откладывать. То есть, 50 лет срок службы, 2% срок износа. Сейчас амортизация у нас 2 миллиарда. Миллиард 950 миллиардов. А должна быть какая? Она есть. Нам ее дали в тариф с прошлого года, когда пошла команда главы государства тариф обменной инвестицией, и надо смотреть лицом на проблему, да? Они отворачиваются от нее. Тогда нам департамент комитета по регулирусу с монополией, наш, они включили в тарифную смету нам эту амортизацию. До этого ее не было. До 23-го года амортизации было ноль. А почему это? Ну, наверное, вопрос, наверное, не к нам. Да? Да. Вот к тем контролирующим монопольным органам, антимонопольным, да, получается? То есть, получается, что, ну, это не скажем, что здесь руководитель департамента... Это не чей-то умысел, я понимаю. Конечно, это была практика такая, которая везде была по теплотранзитам. Амортизация была самой минимальной. Не ноль была, она минимальная была. Что там около 90 или 100 миллионов. А фактически она миллиард 900. Вот в прошлом году нам дали ее. Мы за счет нее поменяли, вернее, подняли фонд заработной платы. Это существенное поднятие было заработной платы. Мы на 37% подняли в прошлом году фонд заработной. В целом зарплата поднялась на 60% за два года. За 22-й, за 23-й год. Мы... Я хочу, чтобы вы подчеркнули, что вы на 60% подняли, потому что она при этом была очень низкая до этого поднятия. У нас же проблема отрасли, что выбывают специалисты, ну, за 120 тысяч тенген, наверное, мужик не сможет обеспечить семью, даже себя не сможет обеспечить. В энергетике нужны специалисты, и чаще всего это мужчины. Ну, так получается. Совершенно верно. И зарплата 120 тысяч тенген, ну, никак она не может привлечь грамотного мужчину. Она абсолютно не может привлечь. Оно правильно, вот, прямо правильно сказал, что она не может привлечь и профессии, и специальности не привлекательные. Да, на энергетику нету конкурса. Я уже до этого говорил, что, чтобы наше предприятие было, как бы, такое вкусное и приятное для всех. Привлекательное. Привлекательное, да. Мы должны ходить в хорошей спецодежде, мы должны ездить на отремонтированной, хорошей, новой технике. Мы должны культуру ремонта провести так, чтобы, как за границей, чтобы подошли, все огорожено сеточкой, тут люди в касках, тут стоит водоотлить, тут стоит кран, тут все. Чтобы люди видели даже, что вот, авария случилась, приехали, в течение, там, такого-то положенного времени устранили, закатали асфальт и уехали. Сняли ограждение, после себя подмели. О, слушайте, тут в таком предприятии можно работать. Что мешает? Мешает, опять же, затраты в тарифной смете, да? То есть мы не можем выпрыгнуть за те же самые 600 миллионов. Вот они есть все. Собыватель, слушай, 600 миллионов этому Липунову, сколько ни давай, 600 миллионов, это же, я хочу просто объяснить, что 600 миллионов тенге для энергетики Караганды, для теплотранзита, это незначительная сумма. Смотрите. Для обывателя много, для любого, да? Да, один километр предизолированной трубы стоит миллиард. Один километр, ну да, с монтажом, стоит миллиард. А я говорю просто про 600 миллионов. А сколько это километров у нас? Ну, если брать водотрубное вычисление, у нас порядка 200 километров, это магистральные сети, и около 600 километров, 650, там, распределить. Так вот, получается, что если теплотранзит мы сейчас строили бы с нуля, вот, допустим, мы приехали, вот дома, вот ТЭЦ уже есть, и надо заново положить теплотранзит. А мы же понимаем, что 70% износа, ну, если не заново построить, то наполовину надо заново построить. Ну, по моим оценкам, это где-то примерно под триллион тенге. Под триллион. Насосные станции, сети, все, что сопутствует. Посмотри, буквально в 2010 году у нас Азиатский банк работал, АБР. Я помню. Да, вместе же работали, да, там, интересный проект. Да, интересный проект был. Они подготовили проект на, это, закрытую систему сделать по зоне теплоснабжения ТЭЦ-1. У них выходил проект порядка 200 миллионов долларов. Вот на этом можно было бы 30% теплоснабжения нашего общего, да, выделить и сделать. Шикарную, закрытую схему теплоснабжения. Поменять трубы. То есть, там все, в 200 миллионов долларов все было. Когда я задал вопрос, говорю, а сколько, к примеру, надо, чтобы нам, ну, всю, да, всю территорию охватить вот таким проектом. Они сказали, что не менее 800 миллионов. Не менее 800 миллионов. Ну, это в долларах, я говорю, это как бы не в тенге. Ну, это получается 400 миллиардов тенге. Ну, вот, вот, примерно так. Когда президент поставил поручение, дал поручение к 29-му году снизить процент износа на 15%, мы стали считать, нам необходимо где-то порядка 18 миллиардов тенге на пятилетку. 18 миллиардов. Так это, получается, 4 миллиарда примерно в год, а выйти только два. И то, я хочу сказать, что 4 миллиарда ни одна компания не освоит за межотопительный период. Вот, вот, вот. Я хотел сказать. Период-то маленький. Смотрите, какая сложность, да, получается, у энергетики. С одной стороны, нам не хватает финансов. Тут, кстати, я немножко исторически такую справочку, да, чтобы зрители слышали. Вот в Экибастузе произошла беда там в позапрошлом году. А мало кто знает, что в Экибастузе 10 лет не поднимали тариф на тепло. Оказывается. Это вот, а теперь технарей посадили, а те, кто не давал поднимать тариф, 10 лет, это не год случалось, не два, а 10. То есть, в стране инфляция, в мире инфляция. А в Экибастузе, в отдельно взятом, нет инфляции. Кому такая забота о народе нужна? Кому такая забота о людях нужна? Ведь когда тепло кончается, люди тут же забывают, что оно было дешевое тепло. Никто этого не помнит. Кстати, тот же самый Приозерск. Там взрослые мужики стояли и плакали от того, что минус 37 на улице, а у них в доме дубак. И когда им говорили, что у вас было тепло дешевое, знаете, какой был вопрос? А зачем нам это дешевое тепло, которого нет? Почему вы нам не объяснили? Мы что, ненормальные? Мы что, невменяемые? Мы не понимаем простых вещей? Вы нам, как власть, должны были объяснить, сколько должно стоить тепло, чтобы оно было... Вот тут получается, что мы сейчас должны, как все вместе, да, и власть имущий, и депутатский корпус, и антимонопольный, кстати, да, и население признать и иметь мужество, что мы тепло получаем уже на последнем издыхании. Нам нужно не только увеличить финансирование, а оно сейчас недостаточно. Даже та же амортизация, да, получается, от 500 миллиардов тенге, 2% это 10 миллиардов тенге в год, но никак не 2, которая в тарифе сидит. И даже если бюджет выделит огромное количество финансов, хотя это сомнительно, где мы их возьмем, это наши сами деньги. Кстати, когда мы датируем типа транзит, многие говорят, да ничего, пускай. Ну так это наши деньги, мы за эти деньги могли садик построить, школу построить, дворец, спорт, это да. Это те же самые деньги потребителей. Абсолютно верно, да, то есть перераспределение такое, такое так называемое. Но помимо денег, оказывается, для энергетики, и это самая трудная решаемая проблема, нужно время. Энергетика очень инерционная отрасль, инерционная, да. Она долго валится, но она и долго восстанавливается потом. И специалисты, которые нужно воспитать, еще нужно обучить, еще нужно им приобрести опыт. Я под специалистами, от простых сварщиков, с руками с хорошими, да, до инженеров, теплотехников, энергетиков и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы не опоздали, мы не пришли в ту черту, когда уже невозвратно? Или все-таки мы держим руку на пульсе? Я понимаю, что как директор транзита должен сказать, не-не-не, все нормально, все под контролем. Ну мы с тобой как будто в поезде. Ты вот, Сергей, ну вот по чесноку, вот по чесноку. Не упустили еще? Упустили. А? Упустили. Упустили. У нас, во-первых, нету сейчас, если брать по специалистам, вот этого кадрового потенциала, который выпускали техникумы и спецучилища, вот этого нету. То есть те люди, которые, это бригадиры, это мастера, это начальники даже районов, я скажу, да, это именно те технари, которых выпускали в профтехучилище. Их сейчас никто не готовит. Они просто даже, ну как бы не готовят, априори нету, и все. Те училища, которые готовят, выпускают сварщиков, да, ребята к нам приходят на практику, посмотрят, когда там мужик 55 плюс сидит в яме, сверху дождь, снег, он вот так по колено в воде, в грязи и варит. И варит, да. Да, на уровень, допустим. Да, и ночью. И ночью, да. И он варит. И у него, естественно, профессиональные заболевания. Колени, суставы, все это болят. И, ну, куда деваться? Вот 55 плюс. У меня вот такой сейчас возраст сварщиков. Есть молодые, но в основном ребята вот уже от такого возраста. И мы реально выпускаем. Если, я же говорю, 10 лет назад я работал в Теплотранзите, у меня было 36 бригад, 32 бригады было. Вот полностью укомплектованные. Я деньги получал с Акимата, не подрядчиков. Я сам заходил в конкурс, я забирал эти деньги, и я успевал свои 600 миллионов отработать, и 600 миллионов с Акимата отрабатывал. Я полностью на миллиард 200 делал работы. Сейчас у меня всего лишь 10 бригад. Я не успеваю даже свое сделать. Ну, просто представить, да? Мне вот говорят, а вы участвуйте в конкурсе, забирайте эти конкурсы. Ну, сейчас у нас забрали лицензию, мы не имеем права производить эти работы, да? Раньше можно было. Да, мы эту проблему как бы говорим о том, что необходимо нам такую работу, чтобы нам разрешили. По крайней мере, я услуги могу какие-то оказывать. Я могу там услуги поврезки, услуги каст. Мы раньше разрабатывали расчет теплопотребления, но целая группа была, мы могли это делать. Это деньги шли на предприятие. Сейчас у нас все иную деятельность, все забрали, все, не имеете права, только вот ремонтируйте, эксплуатируйте. То есть, если все вкупе взять, конечно же, это большая проблема. Вот с кадровым потенциалом очень большая проблема. У меня краны есть, у меня только автокрановщика. Вот кран новый стоит, но нет на него человека, который мог бы работать. Хорошо. Вот если бы в твоей власти было, да, вот сейчас уберем социальный момент, вынесем за скобки, давай, уберем социальный момент как таковой, потом мы его обсудим отдельно. И в твоей власти было поднять тариф так, чтобы он был достаточный, внимание, для нормального, надежного функционирования теплотранзита с перспективой развития и города, и самого предприятия. Вот базовые условия. Насколько мы должны поднять тариф, насколько он должен смениться в большую, в меньшую сторону, ну что-то мне подсказывает, что в большую сторону, в процентах, в два раза, в три раза, в полтора раза. Я вам о том скажу свои ожидания и скажу, на чем они основываются. А твое ожидание? Вот ты же знаешь проблематику? Вот тебе нужна зарплата для экраночков такая-то, сварщикам столько-то, труп надо менять вот столько-то, зазвишек надо купить столько-то, изоляцию восстановить, кстати, да, там, сколько-то километров, чтобы потери сократить столько-то. Кстати, надо отдать должное. Сделали уже. Да, сделали. Так вот, по поводу тарифа. Ну, по поводу тарифа, да. Я еще не могу даже сказать, сколько мне нужно денег для того, чтобы, ну, скажем так, в процентном соотношении я не могу сейчас сказать про тариф. Я могу только сказать, что, смотри, мне нужно менять 56 километров труп каждый год по нормативу. Я меняю 20, 22. То есть, я меняю где-то 45-46 процентов. То есть, нужно еще столько, сколько это денег? Вот еще 30 километров, это сколько? Ну, наверное, еще миллиарда 2-3. Да, вот так надо. Но мне другие проблемы сейчас волнуют. Взять, например, даже ту же самую электроэнергию. Ну, начну с того, что предприятие работает, как все рэки, как все теплотранзиты, по предельному тарифу. Предельный тариф дает раз-то 5 лет. Он высчитывается, начиная с 2020 года по 2025 год. 5 лет мы работаем по тарифу, который у нас каждый год повышается по определенной сети в соответствии с нашими затратами. Но, есть одна статья затрата электроэнергии, в которой у меня заложено 6,7 тенге. 6,7 тенге. Плюс 4% ежегодной инфляции. 4%. Понимаешь, да? Да, понимаю, что это нечестно. По прошлом году электроэнергия выросла на 118%. Вот я что-то хотел сказать. Типлотранзит потерял 1,75 млрд тенге за 2023 год. У меня в тарифной смете 950 млрд тенге, по факту вышло 1,9 млрд. То есть, у меня вышло в 2 раза дороже. Электроэнергия не является стратегическим товаром для предприятий теплоснабжения. Она является стратегическим товаром для водохозяйственных предприятий. А для Типлотранзита не является? Не является. Я бился во все органы. Я правда говорю. Я писал в нациэкономику, в комитет по регулированию всех монополий, в наш департамент, в областной Акимат. Нациэкономика сказал уже. Мы потом уже объединились с тремя Типлотранзитами и написали письмо Арману Васильевичу Кляру. Зампремьеру. Написали письмо, открытое письмо, в том, что в настоящее время это Астана, Караганда, Алмата и Усть-Каменогорск. 4 Типлотранзита. Ну, что думаешь? Это все вернулось обратно сюда, к нам в ДКРМ, в Акиматы, в Управление энергетики. В суд подали? Нет, не подали. Надо подавать. Практика показывает, что надо подавать. Я даже не знаю, на кого подавать-то суд. На Крым, который не включил это в тариф. А они говорят, есть закон, в котором статьи есть товары. Пускай будет решение судебное. Вот у меня уже сейчас родилась мысль. Они должны дать другую статью затрат, компенсация каких-то затрат? Ну, там нету ничего. Там у нас тарифная смета, она вся, как на блюдечке лежит. Мы все затраты видим свои. И по электроэнергии, мы вот за три месяца этого года, мы с 950 миллионов съели уже. То есть, мне еще жить до конца этого сезона, и потом там, октябрь, ноябрь, декабрь, я имею в мучные месяца, когда у меня работа на собственной станции. На что там жить, я уже не знаю. Но я говорил про инвестиции, я говорил про амортизацию, которую мне дали в тариф. Миллиард 950 миллионов. Я буду реконструировать по инвест-программе ЦТП-29, та, которая у нас на рынке рай находится. Полностью. Она стоит 2 миллиарда с копейками. То есть, я в этом году буду ее, начну ее реконструировать. Хватит мне денег на реконструкцию, если я должен за электроэнергию заплатить деньги? Нет, конечно. У меня не хватит. Вот становится вопрос теперь, как я буду исполнять инвестиционные обязательства? Не исполнен? Мы тебе компенсирующие тариф лепим. А я объясняю, кстати, затрат моя, вот она, вместо миллиарда 2 миллиарда миллиона. И самое главное, когда эта информация пройдет в новостных сюжетах, все будут аплодировать и говорить, ну вот, компенсировали, снизили нам, типа, транзит незаконно эти деньги не освоил. Ну, мы же свечи... Обновляется. Это приятная новость. На самом деле, это неприятная новость. Вы не исполнили весь программу, значит, не будет нормального, качественно надежного теплоснабжения. А как у вас вообще годовой доход? Все же говорят, вот там миллиарды. Вот обыватель, ну, особенно там таксисты все знают, да, получается. На скамейке соседи все знают всегда, получается. Вот. И все рисуют страшные цифры. Страшно большие имеется в виду. Какой страшно большой доход у этих транзитов? Сейчас скажу. О цифрах. То, что нам комитет по регулирующей с монополией написали письмо о том, что затраты на электроэнергию в тарифной смете незначительные. Поэтому нет смысла, как бы, рассматривать эту статью затрат. Смотри, хоть и по транзитам, ведь Караганда же это огромный город. А теперь, внимание, 7 миллиардов 800 миллионов у меня доход. И как считаешь, 2 миллиарда это незначительные затраты в тарифной смете? 30% практически. Вот. 30% это доминирующие затраты. Да, я получаю такое... Больше 5% считается доминирующие затраты. Да, я получаю такой ответ, что это незначительные затраты. Ну, как так можно? Почему вот тут отвора... Ведь сейчас что-то случится, опять же скажут, а где вы были, почему вы не просили, почему... А тем более электроэнергия, сами видите, дорожает уже в этом году. С отрижающими темпами. Сейчас буквально Жирек выходит уже с новой инвестиционной программой, с новой тарифной сметой. У него там идет повышение тарифа. У нас электроэнергию повышает Министерство энергетики. Правильно ведь? Изгоня там из определенных там... Ну, не будем туда вдаваться в подробности. А тариф на тепло решает департамент комитета. Ну, значит, что-то надо в методологии менять. Ведь это же не конституция, это даже не кодекс. Это методология расчета. Ведь если мы будем так играть в прятки сами, как страусы в голову, в песок прятать, и говорить, ну вот методология не позволяет нам внести несущественные затраты, которые, правда, составляют 30% от общего объема затрат, то мы тогда теплоснабжение потеряем, Андрей. Однозначно. Ну, надо бить в колокола. Депутаты куда смотрят? Вот депутаты куда смотрят? Я бью во все колокола. Правда. Я же вот перечислил. Я еще писал письмо нашему депутату, да, Можелисе Кудебремену Суцановичу написал письмо. Я написал письмо Утейшу Сереболготавичу в Сенат. То есть эту проблему они видят, они знают, но, увы, наверное, нету возможности изменения именно в законодательстве. Я понимаю, да. По моим оценкам, я обещал же сказать, да, сколько стоит, сколько должно стоить теплоснабжение централизованное в Караганде. Причем Караганда, ну, мы с тобой обсуждали неоднократно, это очень сложный город по теплоснабжению, потому что у нас очень большая площадь и один теплоисточник. Да. У нас площадь Караганды, я всегда это подчеркиваю так, образно, это половина площади Москвы и один теплоисточник. Поэтому у нас протяженность сетей удельная на одну полезную гигакалорию отпущенного товара, да, получается, очень высокая протяженность сетей. И как следствие потери, расход электроэнергии. Кстати, одна цифра, мы анализировали, расход электроэнергии в Караганде на одну гигакалорию отпущено, на одну гигакалорию тепловой энергии, в сравнении с остальной, в шесть раз выше. Почему? Не потому что вы плохие, а потому что сети протяженные, и плодность очень низкая. Да, да. До Пришатинска, до Качаи, до Федоровки, до Качаи, да, и так далее, и так далее. То есть мы изначально находимся в очень сложных условиях. Изначально находились и находимся. Так вот, по моим оценкам, я сейчас понимаю, что гнев праведный, тепло должно подожжать минимум в три раза. Минимум в три. Чтобы каждый год менять 50 километров сети, все-таки. Чтобы электроэнергию оплачивать с учетом ее роста перспектив, получается. Чтобы теплоизоляцию вовремя менять. Чтобы было у нас нормальное, качественное и надежное теплоснабжение. И вот, что интересно, даже вот такой вот страшный рост трехкратный, я понимаю, что сейчас будет шок у всех. Ну все, Полищук с Липуновым договорились. Вот программа, лучше бы не выступали, да, трехкратная. Оказывается, при этом даже росте стоимость отопления для населения не будет критически предельно высокой. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Мы проанализировали, мы участвовали в разработке закона о теплоснабжении. Оказывается, в среднем население платит за отопление, за услуги отопления, за услуги теплоснабжения в нашей стране. И Караганда прям золотая середина. Полтора процента от своего дохода. От дохода? Полтора процента. Не 10. А когда спрашиваешь, как ты думаешь, сколько ты платишь за тепло по отношению к твоему доходу? Тут же начинается цифр 15, 20, 10, это как минимум. И только некоторые, ну, наверное, 5. Я говорю, подожди, мы же говорим, что платим же полгода, а вторые полгода не платят, надо же к годовому доходу. И вот тут вот цифра, полтора процента. В Караганде полтора процента. Надо кому-то, я посчитаю. Но это так. В Атерау, кстати, меньше процента. А в Петропавловске там больше процента, там ниже доходы населения. Так вот, даже если мы троекратно поднимаем, у нас все равно будет тепло не более 5% от дохода семьи. Это считается нормальным. А те, кто не могут позволить себе, у кого доходы низкие, социальная помощь, должна быть жилищная помощь. Она есть. Она есть. Адрес социальной помощи. Мне кажется, нам вместе всем, депутатам, Акимату, социальным службам, теплотранзиту, телеканалам, да, нужно вести вот эту работу по объяснению населения, что тепло на самом деле стоит дороже. И тот ресурс, который мы имели за счет сверхнадежности оборудования, он уже исчерпан. И кебастуз тому показатель. Вот в кебастузе случилась беда. Ты потом хоть истерику закатывай, хоть падай в обморок, хоть не падай в обморок. Ты тепло в одну секунду не восстановишь. Нет. Кстати, очень показательный пример. В прошлом году был репортаж на пятом канале. В Тимиртау собрались там строить парк на обережную. Да, да. Поселение вышло с протестами. Не надо открыть нам парк. Почему? Тепло дайте. Тепло дайте. Тепло, пожалуйста, тепло дайте. Потому что парк это хорошо, но парк без тепла это не нужен. Вот мы должны все вместе и нести ответственность и быть прагматиками в хорошем смысле слова. И иметь мужество населению объяснять о том, что тепло, чтобы сохранить, ребята, надо всем, что называется, в этот вопрос вникать и в эту проблему включаться. Кстати, вот даже последнее обращение на Курултайе, которое президент оговаривал множество вопросов, которые требуют решения, а не отлагательного. Ну, в кои веки, да, при таком вот высоком обращении, высоком собрании, прям четкое указание и отремонтировать капитально 50 там с лишним теплоисточников, я понимаю, от ТЭЦ и крупные котельные, и отремонтировать там 6,5 тысяч, по-моему, километров магистральных сетей тепловых. Да, вот, это огромная работа. И если глава государства обращает внимание на это, то мы понимаем, что мы должны этим все от начала до конца, от малого до великого, все, кто имеет к этому отношение, конечно же, вот, этим заниматься. Вот твое мнение, как ты думаешь, что вот этот вот посыл на самом высоком государственном уровне, вот это указание, которое дал президент, это высшее должностное лицо в исполнительной власти. Поможет все-таки нам столкнуть решение этой проблемы с твердой точки, потому что мы пока так не сильно раскачивались. Ну, в силу объективных причин, даже вот, которые мы приводили по поводу ТЭЦ, есть надежда, что сейчас это все-таки сподвигнет улучшение состояния? Да, я понимаю, да, конечно. Конечно. И единственный момент, да, надо уточнить то, что, вот смотри, у нас 63 источника, да, теплоисточники. В Казахстане? По-моему, да, по-моему, 63 электростанции. Я беру это и ГЭС, и ГРЭС, и ТЭЦ в целом. Я не могу еще выделить, сколько ТЭЦ не владеет информацией. Но у нас практически все в частных руках. То есть президент еще делает упор на вложение со стороны инвестора. Он не должен просто, например, сидеть и собирать... Дивиденды. Да, дивиденды. Он должен реинвестировать эти деньги в свою же энергетику. То есть на этот большой упор он делал после Экибастузских проблем, вот этих вот проблем Экибастуза, да, он сказал, что не должно быть ежедневенчества. Не должно быть только смотреть на тариф. Акционер обязан участвовать во всем, потому что он это приобрел, и он на этом зарабатывает деньги свои, правильно ли? Он участвует. Конечно, тепло – это социальный бизнес, на нем не заработаешь денег, однозначно не заработаешь. Но это сопутствующий товар всех теплоэлектростанций, и поэтому они обязаны обеспечивать качественное теплоснабжение потребителей. Вот посыл, скорее всего, главы государства был именно на инвесторов, на акционеров. Что говорить о теплопередающих компаниях? Они практически во многих городах – это квази-государственные предприятия. То есть учредителями являются либо же отделы ЖКХ города, либо же отделы ЖКХ областей. То есть это все квази-государственные предприятия. Здесь акционеры, мы можем только попросить, полтора миллиарда, да, то, что депутаты... Кстати, надо дать должное, да, у нас депутаты абсолютно не задают вопросов больших. Они прекрасно понимают ситуацию с коммунальными ситуациями, да, в городе. Канализационный коллектор у них на слуху. Да, вы знаете, я хочу сказать, что, Сергей, я участвую на обсуждениях, и людей волнует очень много. Их волнует там, не знаю, по улице Колодезной, почему там туропровод порвался, там, в воды такой-то, такой-то. То есть депутаты, они молодцы. В данный момент они прям лицом стоят вот к этим проблемам. Может, из-за того, что это, например, не строительство сквера, да, там, в Тимиртау, а это именно благо населения, которые хотят получить... Мы ходим в сапогах, вот так вот, у нас грязь и трубу порвало. То есть, вот, скорее всего, они так вот лицом вперед и смотрят на вот эти проблемы. Конечно, это приятно. С открытым забралом, как говорят, да? Да, это здорово. Когда мы обсуждаем порой там до хрипоты, мы с ними там не ругаемся, а дискутируем. Как показалось, ругаемся. Да, понимаете, у нас там такие жаркие беседы, потеем, сидим вот так вот, да. Но, когда дело касается денег и средств на выделение ремонтов, они безоговорочно, сколько надо, говорите, мы эти затраты, мы видим, мы видим вашу работу, мы видим качество теплоснабжения. Люди жалуются, есть объективные жалобы, я не спорю, но у нас еще есть формат подготовки домов, это отдельная тема. Отдельная песня, отдельная программа. Это отдельная программа, да. То, что КСК мы распустили, это вообще, это очень неправильно. А где больше проблематики в теплоэнергетике? Она же, ну, так, условно, делится на три части, как минимум, да, это источник, ну, в данном случае это ТЭЦ, это частная организация, сети, в данном случае ты директор тепловых сетей, это транспортировка тепла и потребитель, который потребляет транспортируемое ваше... Ну, еще есть энергоснабжающая организация. Ну, она занимается биллингом и начислением оплаты. Это не техническая проблема, больше бухгалтерская, экономическая, да, давай так, это энергоснабжающая. Мы платим ей деньги, чтобы она рассчиталась теплотранзитом и со всеми это делаем. Так вот, мы сейчас про технику. Источник, сети, потребитель. Где больше проблем накопленных? На источниках? В сетях или у потребителя? Ведь потребитель тоже ответственен за то, чтобы у него было нормальное теплоснабжение, но, допустим, должен промывать систему, должен менять радиаторы, не должен самовольно изменять схему теплоснабжения путем навешивания дополнительных радиаторов или других недопустимых действий с точки зрения теплоснабжения. Так вот, по оценкам, где больше проблем? Или примерно там уже накоплено и здесь так много, что тяжело оценить? Ну, я скажу, что потребитель нынче у нас более воспитан. Да? Да. В свое время, когда вот в прошлый мой период работы в Типпо-Транзите, мы, если помнишь, заключали такие договора технического сотрудничества с КСК. Да. У нас такие были договора. У людей не возникало вопросов по подвальным помещениям. Они прекрасно понимали, что в случае момента какого-то мы приходим на помощь сами. Мы приходим, мы делаем там наладку, мы делаем все. То есть у нас проблем с этим нет. И люди воспитались в том, что в подвал не надо лазить и не надо называть сантехника соседнего дома. У нас там все нормально. Если есть проблема, позвонили в диспетчерскую, диспетчер направил наладчика, посмотрели, увеличили сопло. Мы тоже не боги, мы не можем попасть четко там 2500 домов. Это порядка, у нас порядка 4000 только тепловых вводов стоят. Да, да, около 4000 приборов учета у нас домовых. Да, в Караганде. Ну вот, мы тоже не можем четко попасть, бывает, что проблема. И как раз эти обременности у нас занимаемся этим, мы налаживаем, ну, за зиму, вы знаете, наверное, ну, скажем, ну, может быть, там десятка-полтора домов, которые так вот, ну, что-то там сами себя накрутили, намутили. А ведь в свое время была и проблема в Карагане. Проблема была уже. Даже не те 90-е, преснопамятные, когда в нулевых годах у нас подпитка была высокая, полторы тысячи кубов в час, из них только 500 тонн был ГУС, а тысяча тонн это был именно слив. Я помню, с Астаны приехала комиссия, мы заходим в подвал, и там обратно 100% сливается в канализацию. Они долго не могли понять, что такое слив, что такое слив. Вот я говорю, ну, слив в канализацию, слив. Сергей, что ты вот это вот, я на трибуне рассказываю, что ты вот это вот выдумываешь? Мы пойдем в подвал, посмотрели, а вот оно, что такое бывает. А проблема разбалансировка, отсутствие гидравлики, связанная с тем, что кто-то самовольно вмешался в систему, кто-то стояк заузил, кто-то радиаторов добавил. Ну, и люди что делают? Правильно, у нас же все физику учили в школе. Да, совершенно верно. Вот правильно ты сказал. Сейчас воспитанный потребитель, да, он не лезет в подвал, это хорошо. Это очень важно. Потому что порой мы прям погранично проходим. Вот морозы стояли, мы четко погранично проходили. И спасибо большое потребителям, нашим жителям города Караганды. У нас самый мужественный живут, это при Шахте Майкутук-Сортировка. Вот правда говорю. Само мало было звонков оттуда. Потому что там тоже, ну, понятно, что люди привыкли 25-26 градусов. Норма 21. Мне сбрасывают фотографию 20,9 градусов. Вот у нас в квартире такая температура. Куда ты смотришь, директор теплотранзита? Я фотографирую и им сбрасываю у меня в доме. У меня дома 19 градусов. Я им сбрасываю и говорю, вот, у меня в доме 19. В холодильнике подержал термометр и поставил. Да. Вот мне так и сказали, что ты только к окошку подвел, ну что ли, термометр и все. Я говорю, что, ну, мы погранично проходили, большая была бы проблема, если бы какой-то там сантехник полез бы в соседний дом. Или в свой дом полез бы. Накрутил бы что ли? Накрутил или на слив поставил. Или бы разбалбесил бы эту самую, да? Да, я понимаю, да. Да. Вот как они говорят, мы дырку разбалбесим. Вот так. Разбалбесим. Да, разбалбесим. Вот. Этот дом пошел с шикарной циркуляцией, с соседних домов остались. Провалился. Они же позвонят этому же дяде Васе, скажут, слышь, тебе поставлю. Мне тоже так сделать, да. Давай, нам тоже. Пошел, пошел, мгновенно потеряем гидравлику, потеряем режим, потеряем жилой фонд. Все. То есть это восстановить очень сложно. Вообще здесь должна быть очень строгая административная ответственность за вмешательство в работу в систему теплоснабжения. Самовольная. Конечно. Так по правилам там должен быть лицо ответственность за тепловое хозяйство, за электрохозяйство. Ну, его по факту нет уже. Все. Надеюсь, что все-таки то, что на самом высоком уровне глава государства сейчас обратил внимание на теплоснабжение, да, и на ремонт источников, на тепловые сети, это все-таки будет командой для нашей исполнительной власти. Все-таки мы понимаем, что исполнительная власть руководствуется поручениями президента. Ну, так выстроена сама система, это нормально. То есть и мы все вместе, и исполнительная власть, и депутаты должны все сделать от нас зависящие, чтобы мы сохранили это уникальное техническое преимущество, как центральное отопление. Тот, кто хоть раз потерял центральное отопление, он понимает истинные его ценности. Андрей, я честно говорю, как житель, дай бог, чтобы у нас транзит работал исправно и надежно, и обеспечил теплом. И самая большая проблема, чтобы у нас было не 21, а 20,9 градуса. Честно. Вот если это будет проблема, так это не проблема. Это не проблема, да. Это не проблема. Вот когда в доме плюс 5, как у меня было в квартире в Шахтинске, и когда масло подсолнечное превратилось в холодец, а потом у людей, прошу прощения, унитазы полопались. Да, да. Когда домашка... Сразу же идет, да. Да, все. Вот это проблема. А вот 20,9, вот так это не проблема. И я хочу, чтобы мы сохранили, и все жители желают типа транзиту благополучия, на самом деле, потому что от этого зависит наш комфорт. Вообще это комфортная жизнь. Андрей, спасибо большое за то, что согласился принять участие в интервью. Было интересно. Мне интересно точно. Надеюсь, что и всем остальным. Вот. И я надеюсь, это не последнее тоже в нашей... Конечно, конечно. Нет, я готов. Вот. Спасибо большое, Андрей. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.